Беседы известных общественных деятелей с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи проходят в формате «Встреч у Камина». Пришла на них и глава Центра избиркома Элла Панфилова. В неформальной обстановке она рассказала о своем пути в политику и ответила на вопросы журналистов, Ивановских в том числе. Корреспондент нашего телеканала спросила, каким может быть референдум по вопросу переименования города Иваново в Иваново-Вознесенск. Ведь нередко в нашем регионе выборы совмещают с опросом общественного мнения по важным темам, но который не имеет юридической силы. У нас очень много референдумов проходит. Вот эту компанию только у нас, по-моему, я не помню, сейчас только 250 референдумов региональных прохождения. Ничего вам не мешает собрать инициативную группу граждан и запустить референдум? Может быть, в аштабах области, может быть, не города, поскольку вопрос, это все-таки столица региона. Комментируя серию недавних отставок губернаторов, о чем спросил журналист Михаила Емелин, председатель Центра избиркома призналась, что непосредственно влияла на этот процесс. Жаловались наряд глав регионов президенту страны за нарушения на выборах. Я как человек абсолютно не пьющий, если вот этого товарища запройдет, то я напьюсь, выпью такую шампанскую. Как человек не пьющий, для меня это ужас, 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 но это сделано. Поэтому я, честно говоря, потому что душицы, ну я, людей, с которыми нам сложно было, которые, к сожалению, нам приходилось преодолевать этот обмен рисунок. По поводу временно исполняющих обязанности глав регионов, Элла Панфилова сказала, что они еще покажут себя во всей красе. И у избирателей появится возможность осознанно сделать свой выбор в октябре следующего года. Елена Белова, Любовь Почерникова, РТВ Иванова, Сочи.